Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. Сегодня в выпуске. И еще одна зима в Балках. Сдвинуты сроки переселения из ветхого и аварийного жилья. Главное правильно расставить акценты. Фотовыставка знаменитости 20 века открылась в художественном музее. Сургутские триумфаторы и наши каратисты вернулись с первенства УРФО с семью наградами. Дума Югры в осеннюю сессию соберется раньше из-за рекордного профицита бюджета. Заседание окружного парламента перенесено на две недели с 27 на 14 сентября. В среду депутаты начали обсуждение вопросов на профильных комитетах, а вместе народные избранники соберутся в ближайшую пятницу. По данным СМИ, решение провести заседание раньше принято из-за необходимости утвердить поправки в бюджет Югры. По итогам первого полугодия доходы региона выросли на 24 миллиарда рублей. Успеть до конца месяца. Собственники тех домов, которые подлежат капитальному ремонту, еще могут поменять перечень работ по реконструкции здания до 30 сентября. После этой даты, согласно законодательству, никакие изменения в программу вносить нельзя. Доказывать это Югорскому фонду капитального ремонта иногда приходится через суд. В Сургуте жители одного из домов на улице 30 лет победы решили утвержденную реконструкцию фасада заменить на утепление. Заявление о фонде не удовлетворили, и тогда собственники подали иск. Однако суд встал на сторону ответчика. Очень часто собственники принимают такие решения ненадлежащим образом, и принимают их поздно, когда уже подрядная организация приступает к работам. В этом случае, даже если собственники каким-то невероятным образом изменят вид работ, теоретически представим, и будут выполнять иные работы, у Югорского фонда просто не будет юридических оснований для оплаты этих работ, потому что они не предусмотрены программой. Поэтому надо стремиться не поменять вид работ, когда уже подрядчик вышел на объект, а сделать это перед очередной актуализацией, с тем, чтобы работы были сперва включены в программу капитального ремонта, и только затем у Югорского фонда возникают юридические основания для привлечения подрядной организации, для заключения договора и, собственно, для оплаты этих работ. Если собственники решат изменить виды работ на предстоящий календарный год, сделать это нужно не позднее, чем за три месяца до окончания текущего. Это решение утверждается только протоколом общего собрания собственников, который направляется в муниципальную комиссию. Если необходимость капитального ремонта будет подтверждена и хватит средств, протокол направляется в Ханты-Мансийск, в Югорский фонд. И при очередной актуализации, которая проходит два раза в год, в программу внесут изменения. 50 миллионов рублей в этом году потратил Сургутский район на формирование комфортной городской среды. Из них 20 миллионов выделил округ, 30 средства муниципальные. Этих денег хватило на реализацию двух больших проектов. Это набережная реки Пим в Ленторе и общественная территория в Федоровском. Там, кстати, жители сами приняли решение поучаствовать финансово. Добавили от себя 500 тысяч рублей. По Федоровке уже 100% выполнение работ. Действительно, там работы были выполнены своевременно. Более того, при этих работах непосредственное участие принимали граждане, которые проживают на благоустраиваемой территории. И не только они принимали трудовое участие. Были организованы субботники уже на завершающей стадии. То есть жильцы выходили, проводили окрашивание и заборчиков, и высаживали деревья. В общем, очень красиво. Я была в этом дворе. Очень красиво видно, что, конечно же, люди, которые в нем проживают, делали, готовили его для себя. Такую сумму в Сургутском районе на благоустройство потратили впервые. Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, бюджет программы формирования комфортной городской среды сознательно увеличили как раз из-за масштабного проекта реконструкции набережной реки Пим. Ее протяженность 435 квадратных метров. Подрядчик не только проложит дорожки, но и полностью оборудует зоны отдыха со скамейками. Причем строители пообещали не оставлять заключительные работы на 2019-й и доделать объект до конца этого года. В Ленторе начинается строительство водоочистных сооружений. Финансирование объекта площадью 16 тысяч квадратных метров будет вестись из средств бюджета Сургутского района. В администрации муниципалитета отметили, что времени ждать субсидию из региональной казны не было. Поэтому деньги заложили местные. Однако поддержкой от округа будут рады. В этом году в Нижнесартымском были введены в эксплуатацию новые ВОЗ. Также департамент архитектуры района подписал акт о запуске в работу канализационно-очистных сооружений. Реконструкция КОЗ шла с 2004 года. Сейчас этот объект передают заказчику администрации поселка. Продолжается строительство канализационно-очистных в Сайгатине и Локосове. Пока стоки из этих населенных пунктов вывозят в другие поселения. На это тратят порядка 30 миллионов рублей. Первый квартал, ну это оптимистичный такой прогноз. Вообще мне называют третий, но я всех настраиваю на первый квартал следующего года. Ожидаем, что по крайней мере закончим строительством. Ну а вот немножко там по документации еще, наверное, квартал. Скорее всего, второй квартал 2019 года. Ну а не профинансированы, оборудование закуплено. Сейчас начинается стройка. Деньги есть, квартиры под переселение нет. В поселке Юность переносят сроки сноса ветхих и аварийных строений на несколько лет вперед. Люди боятся, что их дома столько не простоят. Подробности у Дмитрия Круковца. Жители поселка Юность в Сургуте бьют тревогу. Их дома должны были снести в этом году. Однако срок ликвидации переносится на несколько лет вперед. Люди боятся, что обветшалые строения не дождутся назначенного часа. Поселок в ужасающем состоянии. Дома разваливаются. Лаги все сгнили. Фундаменты снили. Сгнили. Стены рассыпаются. Поэтому жить в таких домах просто невозможно. И мы требуем, чтобы пересмотрели сроки сноса аварийного и ветхого жилья. Вернули те сроки, которые были изначально. На предстоящую зиму все ждут с ужасом. Потому что дети ходят в валенках. Дети не вылазят из больничных. Все промерзает углы. Холодно. Канализация разваливается. Все разваливается. На втором этаже дома номер 8 на улице Саянской находится квартира ветерана Трудового фронта. Пелагея Харитоновне Поповой. 94 года. Последние несколько лет она живет в поселке Юность. Бабушки стараются помогать соседям. Подниматься наверх по лестнице с боковым уклоном. Любому человеку не очень удобно. Спускаться-то спускаюсь. А с кустулем. А подниматься трудно. Ну ничего. Помаленьку, помаленьку как-нибудь. Сейчас Пелагея Харитоновна живет в доме по временному разрешению. Договор социального найма по каким-то причинам ей оформить не дают. Другое ветхое строение 5А. Одноэтажное. По словам одной из его жительниц, вообще является инвентарным. Жить в нем как бы не положено. Но люди там есть. И тоже обитают там с опаской. А мы уже провалились вообще. Я же выкинула всю мебель. Диван выкинула. Все повыкидывала. Потому что боюсь не провалиться. А это недавно свет замкнуло. Искры эти летали по потолку. Я напугалась. Я не могла подойти. Там же есть где выключить. А я не смогла подойти. Потому что эта проводка не менялась. 40 лет. Проблем масса. Трубы текут. Пол проваливается. Стены заваливаются. По словам властей, сроки сноса действительно пришлось перенести. Причина – недостаточное финансирование. Ликвидация аварийного фонда Сургута. Первый раз мы сдвигаем срок. Дома в поселке Юность у нас стояли, про которые вы сказали, на 18-19 годы на расселение. В распоряжении администрации города, которые у нас в списке утверждены. Но, к сожалению, в период 2017-го и 2018-го годов в департамент не поступило ни одного живого помещения по программе расселения аварийного жилья. То есть они не были приобретены. Возможно, ситуация немного изменится в этом году. Сейчас у власти Сургута есть 604 миллиона рублей на приобретение квартир под нужды переселения. На эти деньги планируется приобрести около 210 квартир. Вопрос в том, успеют ли соблюсти все процедуры до конца 2018-го. Между тем, чтобы ликвидировать весь ветхий и аварийный жилфонд в нашем городе, необходимое более 5 миллиардов рублей. Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. Между тем, у сургутян в другой части города могла быть реальная возможность переехать в капитальное жилье до конца этого года. Они живут в балках, а этот вопрос в администрации муниципалитета твердо намерены решить до 31 декабря 2018-го. Однако строения, где более 30 лет живут люди, не могут включить в программу переселения, потому что у сургутян нет в них прописки. Сделать регистрацию шесть семей, в свою очередь, тоже не могут. Территория, на которой стоят их балки, является промышленной. Парадоксально, но при этом жителям приходят счета за коммунальные услуги, которые они исправно оплачивают. Жена платит сейчас, потому что я как инсульт получил два раза. Я не могу финансово, а жена платит. Ну, восемь. Восемь тысяч восемь? Да, да. Люди уже обращались в администрацию сургута с просьбой помочь им. Однако в мэрии посоветовали установить факт проживания, сроки и основания заселения через суд. Но предприятие, которое в 80-х годах прошлого века предоставляло людям коттеджи, признанно несостоятельным. И как таковое сегодня не существует. Как можно решить проблему, мы расскажем в эти выходные в итоговой информационно-аналитической программе «Телевизионный обзор новостей». Не пропустите. Что такое любовь и счастье? Театр актера и кукол Петрушка запускает новый проект для старшеклассников «Главные слова». Формат предполагает разговор со зрителем после спектакля на тему жизненных ценностей. Также в этом сезоне стартовал проект «Сказки мира» о культуре других стран. Свой список плановых кукольники огласили в преддверии театрального сезона. Продолжаются проекты «Внеклассное чтение», «Добрая сказка входит в дом», появятся новые постановки. У Труппы запланировано множество гастролей по другим городам и странам. Их коллеги ответят взаимностью. На этой неделе по обмену в Сургуте даст спектакли Алтайский государственный театр «Кукол сказка». Конечно, очень приятно, что мы включены в международный фестиваль четвертый «Кирофиатка детства». Это когда ты в афише смотришь «Санкт-Петербург», «Франция», «Сургут». И когда ты вот эту афишу листаешь, ты понимаешь, что ты как-то топ-лист, который ты... И мы везем туда наш замечательный спектакль «Госпожа Метелица», который любим нашим зрителям, любим нашим театром. Он такой женский, красивый, такой великолепная доброта, там чудеса, там снег. Открыл сезон кукольный мюзикл «Красная шапочка». Спектакль поставил режиссер из Костромы Михаил Логинов. Чтобы заполучить известного мастера, специалисты Петрушки лично ездили в Иркутск приглашать его к себе, где он работал в это время. Главным правилом спектакля было никаких фонограмм. Актеры ходили на вокальные уроки и долго репетировали в каникулярное время. Роль «Красной шапочки» в спектакле играет Катарина Марьянчук, а лучший Дед Мороз России Анатолий Лупашко в этот раз переквалифицировался в «Зайца». Он здесь отнюдь не трусливый персонаж, а надежный друг и даже телохранитель, что заметно повеселило и детей, и взрослых. «Волк ходит по лесу и говорит…» «Я съел красную шапочку!» Этот спектакль, он такой драйвовый, он, конечно, затрачивает очень много энергии, но это оно того стоит. Еще коллектив, так, все такие комедийные, все собрались в какой-то момент быстро работать, что-то сочинять, хоп-хоп-хоп-хоп, и памс, и получился спектакль». В Сургутском художественном музее открылась выставка «Театральная фотография начала XX века». На нескольких десятках снимков запечатлены известные актеры, режиссеры и балерины. Вера Холодная, Сидора Дункан, Матильда Кщесинская и многие другие. Хоть на афише и значится XX век, есть здесь работы и более ранних авторов, полюбившихся не только гостям, но и сотрудникам музея. «У него необычная фамилия, имя, отчество. Сочетание. Карл Иванович Бергамаско. Это первое. Он сицилиец по происхождению, итальянский подданный. Приехал вместе с матерью, еще будучи ребенком, в Россию. Работал в театре. Жизнь театральную знает не понаслышке. И он потом заслуженно стал называться фотографом императорских Санкт-Петербургских театров. Во-первых, художник считал, что любой человек красив, и актер в том числе. Все зависит от того, как его сфотографировать. Если, предположим, у женщины длинный нос, нужно ее сфотографировать таким образом, чтобы сделать акцент на тонкой талии. Фотохудожник умел снимать так, что ретушь была не нужна. Иногда лишь подкрашивал работы акварелью. Крови того, Карл Бергамаско был первым, кто стал использовать многоплановую съемку, что позволяло предметы сделать более объемными. А также не жалел средств, чтобы распечатывать большие портреты. Удовольствие было недешевым. Герои не улыбаются ни на одной фотографии. Для рубежа 19-20 веков это было нормой. Дело в том, что время выдержки с момента появления светописи сократилось с 8 часов до 15 минут. Но даже эту четверть часа очень тяжело не двигаться. А уж тем более искренне улыбаться. К постановочной фотографии долго готовились, причем не только мастер, но и модель. Подбиралась лучшая одежда и позы. Выставка в Сургутском художественном музее ждет своего зрителя до конца октября. Югорские каратисты с триумфом вернулись с первенства Уральского федерального округа. Оно проходило в Тюмени. Звания сильнейших оспаривали юноши и девушки в возрасте от 14 до 20 лет. По итогам двух соревновательных дней команда Ханты-Мансийского автономного округа завоевала 9 медалей. Три золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Семь из них на счету сургутских спортсменов. Сейчас к своим стартам готовятся атлеты постарше. Взрослые готовятся сейчас. Саша, например, Алиев Александр, он готовится. У него свой календарь. Дополнительно это у него рейтинг к Олимпийским играм. Он готовится в Германии, Берлин. Приезжает, едет на Кубок Орла, где внутренний турнир, чтобы побиться с нашими уже спортсменами. Туда выезжает, скорее всего, будет Антоняна Рутюн и Спицын Сергей. И в ноябре у нас пройдет чемпионат России в Махачкале. Но до начала всероссийского первенства в Дагестане еще состоится чемпионат Уральского федерального округа по карате. Уже известно, что он пройдет в Сургуте 10 и 11 ноября. В этом турнире примут участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также Югры и Ямала. Сборная нашего региона является одним из центров развития этого вида спорта на Урале. На домашнем турнире наши каратисты рассчитывают на несколько дополнительных путевок на чемпионат страны. Сургут на следующей неделе станет одним из центров волейбола. Наш город примет первый раунд предварительного этапа Кубка России. Кроме местной команды «Газпром Югра», на площадку премьер-арены выйдут клубы из Нижневартовска, Тюмени, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Из шести соперников из-под группы в следующий раунд выйдут три лучших клуба. Они определятся по итогам десяти матчей. Пять из них пройдут в Сургуте с 18 по 23 сентября. Остальные в Новосибирске со 2 по 7 октября. Цель и задача пройти в следующий этап – получить игровой опыт, наработать игровые связи, поскольку команда наполовину обновилась. Вот именно задача – обновить взаимоотношения на площадке, чтобы они пришли к своему совершенствованию. Ну и, соответственно, проход в следующий этап соревнований. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. До встречи в эфире. Поступление осенней коллекции в магазине «Ярмарка верхней одежды». Более трех тысяч моделей для сургутских модниц. Здесь удлиненные пуховики с меховым воротником. Практичные куртки средней длины с множеством карманов и капюшоном. Порадует покупателей и широкий размерный ряд. Мы привезли вам новую коллекцию курток и пуховиков с разными наполнителями. Синтепон, тинцулейт, биопух. Тинцулейт, он очень тонкий, плотный, очень удобный в стирке. После стирки также куртка новая, не сбивается. Осенняя коллекция представлена не только куртками и пуховиками. Элегантное пальто станет удачным дополнением к вашему гардеробу. Строгий крой и модели с укороченными рукавами подчеркнут женственность и утонченность вкуса обладательницы обновки. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более десяти лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье по улице Мелик Тарамова 40 и 40 дробь 1. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Двухкомнатные от 2 миллионов 700 тысяч. Трехкомнатные от 4 миллионов рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт 2-1. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Сиппромстрой. Добро пожаловать домой. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. И о погоде на 13 сентября. Здравствуйте. В студии Айгуль Кунахович. Новый Киа Сид. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа Центр Сургут. Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. В четверг в большей части Западной Сибири будет сказываться влияние Североатлантического циклона, из-за чего небо закроет плотные слоистые дождевые облака, заметно усилится ветер, а поступление теплого и влажного океанического воздуха вернет температурный фон в пределы климатической нормы. И только на юге региона погода сформирует относительно погожий очаг высокого атмосферного давления. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, температура воздуха плюс 3-8. Утром также облачно, местами дождь. На столбиках термометров около 9 градусов тепла. Днем по-прежнему облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура 9-14 со знаком плюс. В магазине «Домашний погребок» большой выбор самоваров от классических до расписных, а также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. «Домашний погребок», торговые центры «Агора» и «Богатырь». Акция в магазинах «Домашний погребок». Скидка 20% в одном чеке на дистилляторы, бочки, коптильни, радиоприемники, самовары. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составить 746 мм ртутного столба. Как? Как? Ну как? А вот так! Облегченные цены на подгузники «Мэпси». Скидка 30% только в «Карапузе». «Карапуз!» Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего наилучшего. Будьте здоровы. До свидания.